Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Третий вопрос. Встретится торговая комплекса на улице Штепан-Шанмаре и Благостанинского. Дместер. Голдинг про Балтия. Докладчик. Поставайте Валерию. В 2008 году, 10 лет тому назад, на Красноярском Совете был принят концерт застройки территории по улице Достоевского, угол Штепан-Шанмаре. 25-й, пожалуйста. Это решение, одобренное в 2008 году. Здесь шесть уровней, и заказчик тот же. По истечению этих лет не удавалось, как бы, обеспечить финансирование этого бизнес-проекта. Сегодня заказчик готов продолжить. Значит, однако, эти 10 лет несли определенную коррективу концепцию, и сегодня мы представляем на участке по улице Достоевского измененный концепт решения 2008 года. Второй слайд, пожалуйста. Участок расположен на пересечении улиц Штефан-Чалмаре и Достоевского. Он ограничен по улице Штефан-Чалмаре торговым комплексом «Берона», по-моему, он называется, в золотистом бонде, рядом со зданием банка, в Финкомбанке, и зданием памятника мальскептуры по улице Достоевского, где располагается бельсикл офис МЦБК. Площадь участка составляет порядка 30 соток, 27,97 – это 28 соток. И на этой площадке сегодня расположены разрозненные строения, которые практически имеют временный характер, торговые павильоны, вся застройка одноэтажная. И здание справа, скажем так, если смотреть по главному фасаду, и здание слева имеет три этажа. Дай, пожалуйста, три слайд. По организации участка предложение следующее. Предусмотреть размещение объекта вдоль улицы Достоевского от офиса МЦБК до существующего здания. Организации главного входа со стороны пересечения Достоевского и в Тефан Челмаре, аналогично как организован вход в сквере, который напротив, и вспомогательный ход со стороны улицы Достоевского. Дворовая сторона организовать для обеспечения подъезда транспорта служебного и для организации парковочных мест. Общий вид, пожалуйста, зоны. Шестой слайд. Шестой слайд. И восьмой можно отдать. Это вид со стороны угла. Восьмой вид со стороны сквера. Граница участка рядом с розовым. Остановите, пожалуйста, вот здесь. Скажите, пожалуйста, ширина дороги какая здесь? Сегодня существует порядка десяти метров. Значит, вы неплохо разбираетесь в ширине дороги. Там сегодня дорога до семи метров. Раз. Второе. Вы видите постоянно там стоят машины? Вот на вашем фотографии то же самое. Видите? Да. Там постоянно в один ряд становятся машины. Проездная, я не говорю уже за скорую и пожарную. Сколько парковочных мест будет возле этого торгового центра? И как они будут располагаться? Вы сказали, там где освоение участка, вы предполагали парковочные места. Это будет, я понимаю, новое строительство, правильно я это понимаю? Реконструкция зоны. То есть, вы же это все сносите? Вот это старое, все сносите? Да. Сносит. Почему вы не делаете сразу подземную парковку? Если у вас шесть уровней зданий. Это было, Николай Николаевич, это было, разрешите я покажу новый концепт, и потом вернусь к вашему вопросу. 14 слайд, если можно. В 2008 году тот концепт шестиуровневый прошел в одобрении здесь на градостроительном совете и в Министерстве культуры. Но сегодня я все проекты вчера изучал полностью, которые вопросы едут. И советовался с архитекторами, я считаю, умными людьми. Вопрос у меня, сколько парковочных мест у этого конкурса? Ну, я тогда должен, учитывая... Учитывая, давайте вместе с вами. Да. Давайте вместе. Вот это центральная дорога наша. 6-7 метров. Центральная дорога. Здесь у нас светофор, да? Вот парковочные машины сегодня. В практике они стоят вот так вот и стоят целый день, правильно, на этой полосе. Да. Здесь у нас только одна проезжая часть, одна полоса. И туда и обратно. Едут все, вот именно сейчас, как существует, вот как сейчас. Едут все. Совершенно верно, стоянка запрещена. Но у нас работники ГАИ не работают. Они не хотят, наверное, сегодня работать, они не работают. И вот у нас одна полоса. Вот скажите мне, почему неэффективно сегодня сделать, вы говорите, задняя часть там есть, парковочные места, все под комплексом снизу, чтобы здесь разгрузить? Потому что я уверен, если здесь будет торгово-разбегательный конкурс, как вы говорите, здесь будет сотни машин стоять. И что мы тогда блокируем вообще въезд сюда, в центр? Парковка есть в представленном варианте со стороны двора. Сколько мест? Вы сказали, там для служебного транспорта, насколько я поезд, для служебного транспорта, чтобы не организовывать... Сколько мест парковки? 20. 20 на 6 уровней, как вы сказали? Нет, нет, здесь 3 уровня. Раз, два, три. 20 мест? Сегодня 20 мест, но учитывая то, что как рассматривают первый вопрос, я сразу же... Это ни о чем, давайте мы... Давайте будем ходить серьезно к вопросам. Если мы идем, что мы хотим изменить, центр города... Я вам сегодня берусь в практике. Если вы не гуляете там, вы... Я не говорю, что вы. Нам уже сделали центральную остановку, серобуру-малиновую. То есть центральная часть города у нас, нет, чтобы это был единый комплекс. У нас получилось одно здание овальное, другое квадратное, третье декулярное, желтое, синее, красное, там какие еще цвета радуги есть. Если мы идем уже, как вы говорите, давайте предусмотрим парковочные места, чтобы мы сейчас сами начнут стройку, люди, вложат туда миллионы денег, парковочных мест не будет, и мы загрузим тот центр, который сейчас существует. Просто я не вижу, покажите мне, где будут парковочные места. Это сегодня проблема, и именно этой зоны, потому что люди оттуда приходят с 14-ти этажки и говорят, где нам ставить наши машины. Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, вот это вот здание, оно существующее, оно же являетесь, наверное, памятником архитектуры? Да, я говорю, что в 8-м году было согласование с Министерством культуры. И блокируется, да? Да, по блокировке. И сегодня, получив одобрение в Прибарик, будет повторно в Министерстве культуры возврат к этому. Дело в том, что там уровень грунтовых вод очень высокий. И подвалы, мы не смогли даже попасть в подвалы центра НЦБК, потому что это 17-й свадьб, потому что они замурованы. Там вода стоит, видите, они замурованы, даже нет. Ну, это другое желудокое. И поэтому по ходу рассмотрения вношу предложение. Сделаем два уровня здесь, в парковке. Двор двухуровневый, то есть продолжим этот каркас и сделаем парбус доступа автомобилей к этому уровню. Накроем. В землю просто невозможно выходить. На Смолян там другой уровень грунтовых вод. Ну, сейчас понятно, что нельзя выходить, если это так, как вы говорите. Точно, нам нужно было глубину заложения фундаментов рассмотреть у этого здания, и мы не могли попасть в... Ну, правильно, внутри уровня комплекс, торгово-развлекательный, 20 машин всего. Ну, это 20 машин, а то у вас один этаж придут на работу ваши, у тех, кто будут там трудиться. Посетители, где будут ставить машины? Во дворе опять 14-ташки или Элит-2, правильно? Здесь. Нет, ну давайте реально смотреть, они поедут все в Элит-2, больше они поедут, и они уничтожат вообще тот дом. Вот реально давайте смотреть на вещи. А сколько метр-квадрат всего на три этажа? Сколько метр-квадрат торговли или сколько? Больше застройки пока нет. Больше, да. Нет, общая площадь там 3000 квадрат. Мы же разделим 30 на 7, 200 машин должно быть, согласно... Сто машин, а сто восемьдесят. Семь, шесть, семь машин на 100 метров в аэро. Хоть бы сто, откуда у нас сто? Значит, первый этаж, есть предложение, первый этаж дать вот все по парковке, и два-три, два этажа сделать, как хотят они. Другой нет выход здесь. Ну, где лицо, по-моему. Найки к уровню, куда уголят. Ну, немножко и 8-м. Да, я вам фигуум бак. Ну, это дорого, это дорого строить, когда подземность, там еще эти годы. Не-не-не, там очень денег будет. А если здание, а если здание сместить в центральной части, сместить его сюда, ну, сколько получается? Десять в среде делать, пожалуйста. Чтобы расширить саму дорогу, сделать стоянку. Сколько получается? Дверг, он начинал. Картинку другую покажите, там будете видеть. Да, да, третий, эти, где мы с вами. Вот здесь я имею в виду. Есть ли здание сместить сюда, а парковочные места сделать вот здесь. Сколько получается метров? Дело в том, что я прошу рассмотреть вариант с размещением парковки в двух уровнях там, потому что все равно нужно обеспечивать... Ну, это 40 машин, да? Ну, вам надо 180. Ну, 100, ну, 100. Площадь застройки столько. Площадь застройки, получается. Тысячу квадратчиков. Нет, застройки. Сколько земля и сколько застройки? Земля составляет почти 30 соток. 0,28. 3 тысяча квадрата. Площадь застройки? Да. Сколько? 3 тысяча квадрата. И площадь застройки мы имеем 2 тысячи метров квадрата. 70% мы имеем застройки. Как можно быть парковки делать? Конечно нет. У нас здесь надо максимум 0,50 застройок и 50 взглядов квадратов. Можно. Еще. Блин, а сейчас покажи этот красивый вид, когда уже плавустроили. Красиво, если ты не сможешь. Я не могу. Картинку будет показывать. Там где плавустроено. Витужин 15. Витужин 15. Витужин 15. Да. Витужин 15. Витужин 15. Витужин 15. Витужин 15. Значит, у нас одна рабочая полоса только вот здесь. Где ставим парковку? Даже там мы ставим 2 уровня. 40 машин. А надо по нормам 180. Ладно, мы уходим от норм, потому что здание красивое. Ничего не скажешь. Но 100 машин. Куда поставить 100 машин? Загрузить здесь? В центральную дорогу. А мы, проезжай, этот самый, тяжелый ремонт. Когда все машины поедут опять в фуршет, правильно? И опять мы имеем проблемы. Еще больше. Вот так, а есть застройщик? Да, да. Сегодня здесь помещается 50 машин. Вечером вы можете в этом убедиться. Если мы срежем, вот после вот этот опендис мы даже уберем, мы получим примерно тоже количество денег. И если мы на КАК сделаем второй ролик, можно подумать, как этот заезд. Там очень маленький. Очень много заезд возьмет, и вы не просто из практики. Ну 40 машин это... Мы не будем иметь проблем. Мы не будем иметь в городе. Слушай, я думаю, что заезд в войскок не надо, да? Конечно. Тебе надо быть, я потом знаю. Вы знаете, как же это. Там вообще расстановится, если вы не знаете, что без, можно сказать. Если едут в фуршет, а там постоянно лежат. Нет, не в самом деле. Сейчас смотрим на эти вещи. Даже в Гельцах, даже в Гельцах, в действительной практике, когда, после лицеляющих уколярчих. Я попробовал перестанавливаться, и меня сразу же стюард их доложил, что здесь только... То есть стоять нельзя. Естественно, необходимо, чтобы торговые центры имели стюардов, которые регулируют торговые. Сделается проще. На въезде ставится автомат, человек получает афишку. А пристрирует. Нет, я к тому, чтобы только посетителей торгового центра. Кроме того, нужно воспринимать буквально, что три тысячи квадратов это торговая площадь. Который, кто-то правильно заметил, что это наподобие моря. То есть я хочу сделать, чтобы там центральная часть, свободная, свободная. Можно проводить различные мероприятия, выставки и так далее. То есть это в чистом виде торгово-развлекательное площадь. Я хочу вкладывать эти деньги в миллион 30 миллионов рублей. Я тоже сделал это на самом деле исследование. И не нужны торговые площади в честном виде сегодня. Это факт. Их достаточно много и вы видите, везде есть варианты. А в развлекательных каких-то мероприятиях люди нуждаются. Плюс мои менеджеры проводят переворы с чего буду кинотеатров. В городе нет кинотеатра. Это мини-кинотеатр, просто посторожных мест. К тому же сейчас в Решеневе парке обсудил свойство. Сейчас. Я хочу, что я хочу, что я хочу. Ты сам оборот меня согласен. Это всегда я не против. Давайте решим. То есть если где это хочет? Решили. Да. В этот город. Парковочные места, конечно, не решены. По объектах и это решит в какой-то степени. Ну, мало. Есть предложение, если вы сами себе себе архитектор проработает, чтобы отойти с зданием вот на этой. На первый уровень все это сделать открытую парковку. Потому что посетители вряд ли вот так поставят машину, чтобы зайти на этот объект. То есть вот это парковка к этому зданию. На второй этаж покажите... Какой будет внешний метод? Покажите... Мы испортим и органом у здания. Это предложение, которое вы можете сделать, если вы можете. Посмотрите, витражные окна сделаны. Значит, вот это все парковка. А остальное, оно может быть на колоннах, висеть на втором углу. Потеряется больше. Борис, да, да. Фасадная линия под парковку. О чем мы говорим? Давайте реально перейдем. Я попросил вас все-таки принять это решение с оговорками. В любом случае на атаке и получение град-сертифката и так далее мы будем через отдел архитектуры. Выполните это время. Мы входим в летний сезон. Время отпусков. У меня тоже формируется какое-то утверждение в этой бюджете. Я сформулирую второе предложение. Одно предложение – рассмотреть повторно с учетом автопарковок. И второе предложение – принять за основу и записать эти требования в град-сертифката. Кто за первые предложения? Повторно с учетом автопарковок. Прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Бывает положение? Да. Я егоemplazar.